СБУ задержала главу правления Мотор Сичи Богуслаева. Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта Мотор Сич. Его подозревают в работе на Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на СБУ. Источник РБК Украина в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о главе правления Мотор Сичи Вячеславе Богуслаеве. Также задержали начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу. В чем? Озвучено Яндекс Спич Кит. Подозревают. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. СТ-111-1 «Коллаборационная деятельность». СТ-111-2 «Пособничество государству-агрессору». Детали дела. Богуслаева задержали по делу о незаконной поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным следствия, к сделке причастны руководители заводов Запорожья, которые действовали в сговоре с близкими к Кремлю представителями корпорации. Ростех – одним из главных производителей вооружений для российской армии. В частности, подозреваемые наладили каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Полученную продукцию россияне использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа МИ-8 «Амдж» ВН «Сапсон». К-52 «Аллигатор». МИ-28 «Ночной охотник». Эти вертолеты массово применяются для полномасштабного вторжения в Украину. Какая была схема? Для Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Обхода ограничений на торговлю с Россией были использованы подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для своих нужд. Но после получения военной продукции посредники переправляли ее в Россию. Кроме того, россияне использовали своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания авиатехники с использованием украинских запчастей. Напомним, ранее СБУ задержала начальника Николаевской ритуальной службы, который оказался главой российской агентуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Telegram.